Дымари это же такой инструмент пчеловода, да? Ну да, естественно. Главный инструмент. А вот что заряжаете в него? Ну вот, это гриб, с березом. Ну, самый лучший, я в тот раз говорил, с ольхи. Вот это самое хорошее. У них дым мягкий, ольха, не горячая. А этот дым горячий, но все равно он хорошо работает. И долго. Пчелки маленько разбираются, что за дым, да? Ну нет, все, наверное, пчеловода. Пчеловода разбираются, да? Просто вот этот дым, у него имеется вот этот гарь, и она пчел не очень-то любит. Ну вот, что? Ну как это? Йоготь это, да? А у ольхи нет такого. Он из-за этого, у нее нет этого такого большого горючего материала. Это же, это как его, ну, береза. Да, она очень горючая, она дает большую температуру. А там нет, и поэтому сам дым имеется, а такого запаха, все прочее, нету. И пчелы более спокойно становятся. А какую роль он играет вообще, дым? Почему он на них влияет, на пчелы? Ну, вот, ежели вот, у меня пчел, так сказать, не мирного характера, да? Вот, значит, что? Вот, 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 у олей, значит, здесь живут пчелы. Вот, ежели я начну снимать сейчас крышку, да? То первый звук, который будет, первый звук, который будет, да? Это звук, что к ним лезет вор. Стук, все прочее, да? А ежели я, вот, подойду сюда к литку, вот сюда, вот здесь литок, так? И я в литок буду, вот, поди сюда, вот они, так сказать, сторожа сидят. Они же постоянно сторожа, вот, не поедать. Вот они, сторожа сидят. Вот они. А, это сторожа? Да, они сидят, да. И я им, вот, дым он дам, дым. Значит, реакции будет уже другая. Вот это, он плохо еще раздымился. То есть, они что-то понимают. Да, нет, эти сторожа, они получат, так сказать, да и другие, которые сзади уже, они получат сигнал, что дым – это пожар. А пожар они сопротивляться не могут. Вот если медведя не могут догнать, то с пожаром они ничего не могут сделать. Единственное, что им остается, это набрать в медовые зобики как можно больше меда и покинуть улей. У них и соты, и расплод останется, тут сгорит. Но они, как рой, улетят, они сохранятся. Это вот, вот в этом и сила, значит, этого дыма. Вот, этот дым дает, значит… Ну, так у них какая-то паника возникает, получается. Ну, да, есть, если да. Или спасать. Ну, и это, как часто можно применять? Или каждый день можно? Ну, ежели человек пользуется дымом, ну, я думаю, несколько тысячелетий, не больше, значит, это, ну, так вот, осмысленно, что ли, пчеловодит. Ну, может, 5-10 тысяч лет. Ну, раньше-то вряд ли было. Ну, может быть, 20 тысяч лет. А сами-то пчелы живут несколько миллионов лет. И дым-то, значит, это их генетическая память. И сколько мы раз не пользуемся, мы эту генетическую память не можем нарушить. Понятно. Ну, а сколько раз приходится, вот, пользоваться на одном улье дымом в год? Ну, я не знаю. Ну, я не очень часто лажу. Ну, как, ну, вот весной, весной, значит, весной, значит, когда выставишь, значит, просмотришь, там, чистишь, все прочее бывает, когда это раз, потом весной еще два, потом два раза весной расширяешь, вот, четыре уже раза. И, в общем-то, весной-то больше, ну, пять, может быть, раз. Больше, вот, весной, в начале лета не лазишь. Потом начинается руение. В руении я уже не лажу. И после руения еще раз лазишь, это получается шесть. Вот. Ставишь магазин семь. Снимаешь магазин восемь. Ну, десяток раз. Десять раз, да, примерно. Ну, нет, ну, побольше, нет. Вот сейчас осень еще, значит, когда собираешь, девять, и клеща, значит, бипином, вот, в октябре я вот один раз обрабатываю, я больше никакой химии, только вот в октябре, когда я соберу бипином обрабатываю, тоже вот, ну, там бывает без, ну, с дымом маленько. Ну, десяток, ну, ну, то есть, это им не страшно. Ну, вот убежали куда-то эти. Ну, да, они убежали, они убежали. Рассказывать побежали всем. Нет, они побежали набирать мед. А, вот так, то есть, там сейчас идет... Они не могут сопротивляться. Набор меда, да. Единственное их спасение, набрать мед и улететь. Понятно. Вот и все, такая ситуация. Понятно. Продолжение следует...